Девушки отдыхают своих поклонников. При этом личная жизнь актера не менее интересна, чем его карьера. Уже в молодости он столкнулся со страшным горем. Ранний уход из жизни первой жены в результате несчастного случая, несомненно, оставил горький отпечаток на его жизненном пути. Он считает себя виноватым, так как накануне гибели Эллы супруги поругались. В результате женщина села в автомобиль и направилась в Ригу. Это был счастливый, но недолгий брак, который подарил единственного сына Романа. Оставшись один, прыгунов старался совместить карьеру начинающего актера и воспитание ребенка. В первое время на помощь пришла его пожилая мама, но потом Рома воспитывался в интернате, который посоветовали отцу. В нем жили дети знаменитых родителей, которые были вынуждены много работать или уезжать в командировки. Сын отнесся к этому с пониманием и никогда не обижался на отца. В настоящее время актер состоит в браке. С женой Ольгой он познакомился на Мосфильме спустя 8 лет после трагического ухода первой жены. Прежде чем согласиться на брак, Ольга долго принимала ухаживание со стороны мужчины. Ходившие истории об актере не давали ей уверенности. Все говорили, что он еще тот Казанова. Но сегодня эта пара насчитала уже 37 лет совместной жизни. Лев Георгиевич до сих пор активно пополняет свою фильмографию. Например, в прошлом году он сыграл в картине «Мертвое море», режиссером которого является его сын. Романа Прыгунова уже многие зрители знают как известного кинорежиссера. О его фильмах много говорят. Наиболее популярными из них являются «Одиночество крови», «Индига», «Дух лес» и «Без границ». Сам же Роман официально не женат, но имеет дочь Александру от последней гражданской жены. Лев Георгиевич помимо съемок имеет и другие хобби. Он пишет стихи и картины. Он уже провел несколько выставок, на которых были приобретены его работы в частные коллекции России и зарубежных стран. Если вы помните этого замечательного актера, ставьте лайк, не забывайте подписываться, а также жмите на колокольчик. Удачи!